Добрый день, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня слышно и видят. И сегодня мы с вами начинаем третий модуль нашего обучения. Сегодняшняя тема – это работа со звуком. Мне выпала честь представлять для вас этот небольшой, но очень знаковый фрагмент. И, надеюсь, он у нас пройдет с вами интересно. Сегодня мы с вами рассмотрим работу с голосом, точнее, с речью. Сегодня мы затронем все вопросы, которые касаются работы именно с речью. Мы научимся с вами очищать голос от посторонних шумов. Мы научимся с вами создавать замечательные дикторские голоса в программах RobiVox «Звукограмм». Ну и еще расскажу какую-нибудь интересную штуку, которая у нас в программу не включена в качестве бонуса. Думаю, всем вам будет полезно. А на следующем вебинаре каждый из нас станет сам себя композитором. Конечно, серьезных хитов, как советские композиторы, мы с вами не напишем. Но в любом случае каждый отсюда уйдет со своим маленьким хитом, который будет использовать в своей работе, радовать родных, близких и друзей. И надеюсь, что это поможет вам в обычной жизнедеятельности. Еще раз всем привет. Меня зовут Сергей. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Все рассмотрим, все подробно расскажу. Итак, обо всем по порядку. Сегодня мы с вами будем... Сейчас переключусь на чат, чтобы мне видеть ваши вопросы. Кстати, поставьте, пожалуйста, огоньки или плюсики, что меня слышно и видно. А то я тут так активно взялся. Может быть, все супер. Вот прекрасно. Итак, первое, с чего мы сегодня начнем, начнем с обратного. Как удалить шум? Это буквально однокнопочный сервис, как я их называю. Здесь нет каких-то серьезных вещей. Есть всего одна кнопка. Сделать хорошо. То, о чем мы, в принципе, с вами давным-давно мечтаем. Как бы нам минимум трудов положить и получить максимум результата. Вот к таким сервисам относится сервис под названием «Подкаст Адоб» или «Адоб Подкаст». Ссылочку сейчас я вам дам в чат, чтобы вы уже могли его запустить и им пользоваться. Это совершенно бесплатный сервис. Вот, пожалуйста, ссылка уже у вас в чате. Сейчас прямо на примере рассмотрим. Дело в том, что если в предыдущих темах, которые разбирались в рамках данного курса, была важна теория, то именно по работе со звуком больше важна практика. Дело в том, что нейросети музыкальные, околомузыкальные, еще не получили столь стремительного развития, как, например, тексты или изображения. Все это еще только в стадии совершенствования. Но, тем не менее, уже многое, то, что было буквально полгода, год назад, казалось еще таким сыроватым, на сегодняшний момент уже выходит все выше и выше. И с каждым днем это совершенствуется. Вот как раз один из таких сервисов – это Adobe Podcast. Для чего это нужно? В работе нам часто приходится снимать какие-то интервью, записывать аудиолекции, видеолекции. И нам бы хотелось как-то более качественно этот контент преобразовать, чтобы его можно было использовать в последующих работах, чтобы можно было с ним дальше как-то взаимодействовать. И очень важно его очистить. Ведь зачастую мы пишем без петличных микрофонов, может быть, просто на телефон, на какой-то диктофон. Это вокруг шум, где-то кулер работает, где-то кондиционер, где-то массы шумят. И хотелось бы этот звук сделать максимально качественным. Если некоторое время назад для этого специально обученный звукорежиссер требовался специальным софтом, чтобы каким-то образом умело вычленять все ненужные нам посторонние звуки, то на сегодняшний момент нейросеть нам позволяет это сделать нажатием одной кнопки. Вот давайте я вам сейчас покажу фрагмент видеоролика. Он буквально минутку, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хотя здесь в данном случае наоборот, здесь нужно больше слушать. Есть программа так, да, тоже чистит звук шумов хорошо, но это старенькая программа. На самом деле таких сервисов очень и очень много. Но, по крайней мере, на моем опыте Adobe Podcast работает лучше всего, четче всего. Опять же повторюсь, что это мое личное мнение. Может быть, кто-то с ним согласится, кто-то не согласится. Мне достаточно часто приходится работать с интервью. Вот недавно у нас проходил кинофестиваль. За первых три дня у меня было порядка, по-моему, 35 или 40 интервью. И все это где на улице, где шум, где машины ездят, где люди разговаривают на заднем плане, нужно было почистить. И вот как раз одно из таких коротеньких интервью замечательного человека Григория Григорьевича Гирберта. Это профессор Краснодарского университета искусств, культуры. Он говорил тут как раз про фильм, который мы представляли. Записал его буквально в холле. И нужно было звук очистить. Вот сейчас я вам покажу этот фрагмент. Я его специально побил до очистки, после очистки и так далее. То есть сейчас все увидите собственными глазами, услышите собственными ушами, а потом быстренько, подробненько мы прям по этому сервису пробежим и очистим этот голос. То есть за несколько минут, я думаю, каждый из нас разберется в этом. Сложности совершенно никакие. Итак, запускаю коротенький видеоролик. Я хочу сказать, что это замечательно, что в провинции, а я считаю, что вообще искусство настоящее рождается в провинции. Когда есть такие энтузиасты, как вы, то все будет хорошо. Когда все сидят и рыдают о том, что, ах, вот все плохо, вы занимаетесь самым главным, вы делаете дело. Вот. И этот фильм честный по отношению к свидетелям и отношению к вам. Поэтому я хочу пожелать вам только одного, чтобы вы продолжили свое совершенно фантастически хорошее, доброе, человеческое дело. И всем успехам вам, всем тем ребятам, кто снимался, и, конечно, ты за режиссер фильм. Поэтому до следующей встречи. Я жду ваших следующих работ. Думаю, вполне себе красноречивый пример того, как может звучать звук до обработки и звук после обработки. При этом повторюсь, что здесь магии никакой нет. Всего-навсего одна кнопка. А если быть даже точнее, ни одной кнопки нет. Просто загружаем файл и получаем результат. Для того, чтобы это все продемонстрировать, сейчас переключусь в режим показа экрана. И вместе с вами мы это все проделаем. Но сразу вперед забегая, чтобы потом, в последствии, не было необходимости отключать показ экрана. Следующая программа, которую покажу вам, она простенькая. На сегодняшний момент много нейросетей умеют переводить речь в текст. Это нам также часто нужно. Записали какое-нибудь интервью или какой-нибудь комментарий. Необходимо с ним дальше работать. Сделать из этого какой-то пост. Может быть, даже статью, чтобы его не набирать вручную. Мы его просто закидываем и получаем текстовый результат. Далее это можно будет преобразовать посредством того, что Анастасия вам показывала замечательным образом ранее. Посредством GPT из этого создать уже какой-то законченный контент, авторский контент. И дальше его можно будет озвучивать. Ну и следующее, что мы сегодня разберем, это текст в речь. Несколько лет назад для того, чтобы озвучить какой-нибудь видеоролик, аудиоролик, сделать какой-нибудь подкаст. Необходимо было привлекать профессионального диктора, ну или самому вымучивать из себя, пытаться как-то поставленным голосом что-то там пытаться говорить. Порой, я бы сказал, было нелепо создание каких-то видеоуроков, видеокомментариев, неважно чего. На сегодняшний момент нейросети, пусть и не совсем совершенно, но больше, чем уверен, что через буквально какие-нибудь полгода-год они будут говорить на чистейшем языке, с максимальными эмоциями, в принципе, то, что нам и нужно. Но на сегодняшний момент они уже делают это достаточно неплохо, и для многих проектов это можно вполне применять. Это как раз у нас будет домашнее задание. Об этом пока не буду говорить, чтобы не раскрывать всех секретиков, но имейте это в виду. Как раз посредством этих сервисов будем это делать. Это сервисы «Звукограмм» и «Роббивокс». Сервисы, как я их называю, условно-бесплатные. Там есть возможность сгенерировать что-то совершенно бесплатно, но это очень маленькие возможности, то есть побаловаться хватит, но для серьезной работы этого будет недостаточно. Но плата там настолько небольшая, настолько незначительная, что они именно условно-бесплатные. Я помню, чаще пользуюсь «Роббивоксом», пользуюсь и тем, и другим, но чаще пользуюсь «Роббивоксом». Баланс пополнил, по-моему, рублей, наверное, на 200-250. Пользуюсь им уже, наверное, с полгода, чего только не озвучивал, каких только роликов не озвучивал. Баланс не заканчивается, что очень приятно. Если диктору приходится платить какими-то там собственными рублями и немало, то здесь все стоит копеек. Мы с вами, когда туда перейдем, все это наглядно увидим. Думаю, что очень пригодится. Повторюсь, что голос, естественно, с профессиональным дикторским голосом, он не сравним. Эмоций там минимум. Произношение не всегда бывает четкое. Где-то вот оно, может быть, даже такое слегка роботизированное присутствует, но это изредка. А так, в принципе, для каких-то таких небольших работ вполне себе годно, вполне себе сносно. Думаю, вас порадует. Если ранее этого не касались, то это будет приятно. Итак, перехожу в показ экрана. Так, демонстрация экрана. Весь экран. Доступ к аудиоустройствам даем. И нажимаю кнопочку «Поделиться». Так, напишите, пожалуйста, в чат, видите ли вы мое окно. Иначе мне сейчас придется отсюда выйти. Я не увижу ваших сообщений. Видим. Все отлично. Тогда потихонечку движемся дальше. Замечательно. Первое, что мы будем запускать, это Adobe Podcast. Вот такой вот замечательный ресурс. Ссылочку я вам на него дал. Заходите по этой ссылке и попадаете вот сюда. Необходимо нажать на улучшение речи. И вот мы оказываемся в таком меню. Я пользуюсь Яндекс.Браузером, поэтому нажимаю кнопку «Переводы». И у меня получается вот так вот это все на русском языке. Google это тоже позволяет на сегодняшний момент. Ну, кто не желает переводить, можно пользоваться родным языком. Итак, вот перед нами интерфейс программы всего-навсего. Как я и говорил, здесь есть одна кнопка. И эта кнопка простая. Выберите файлы. Вот мы на нее нажимаем. Где-то у меня файлик был на рабочем столе. Вот как раз в гибертофильме. Вот его загружаем. И прошел процесс загрузки. Больше от нас ничего не требуется. Программа дальше делает все сама. Так как программа бесплатная, любые бесплатные программы работают достаточно небыстро. Поэтому сейчас вот это вот колесико покрутится, покрутится. И надеюсь, что результат не заставит долго ждать. Будет прекрасным, замечательным. Так что-то он пишет. 10 минут необходимо. Ну, так не бывает. Это что-то очень долго. Ну, надеюсь, что она нас обманывает. Обычно на это уходит буквально на 2 минуты. Кстати, вот и все готово. Программа действительно нас обманывала. Ну, давайте прослушаем. Вот я выключаю наш улучшайзер. И вот давайте включаю. Что как у нас происходит? Я хочу сказать, что это замечательно. Что в провинции, а я считаю, что вообще искусство от настоящее рождается в провинции. Теперь переключаем и слушаем. И когда есть такие энтузиасты, как вы, то все будет хорошо. Когда все сидят и рыдают о том, что, ах, вот все плохо, вы занимаетесь самым главным. Вы делаете дело. Вот. И этот фильм честный в отношении к зрителям и отношению к вам. Поэтому я хочу пожелать вам только одного. Чтобы вы продолжили свое совершенно фантастически хорошее, доброе, человеческое дело. Я думаю, результат превзошел все ожидания. Мы все видим, мы все слышим. И нам остается всего-навсего взять и скачать этот файл. Нажимаем на скачать. Букс. Все. Все готово. Вот так вот буквально за пару минут, за один клик, мы с вами проделали какую-то магию, которая от звукорежиссера требовала длительной работы. Все ли понятно по данному сервису, напишите, пожалуйста, в чат. Если есть какие-то вопросы, на них отвечу. Все отлично. Вот видите, как мы с вами оперативно работаем. Еще не прошло 15 минут, а мы с вами уже владели целым замечательным сервисом. Можно сказать, что мы с вами требует регистрации. Возможно, он у меня был открыт ранее, но в любом случае все эти сервисы пускают через Google аккаунт. Если он требует от вас регистрации, зайдите через Google аккаунт, и счастье приходит в дом. Никаких сложностей с этим не будет. Вот, собственно, это мы проделали. Переходим дальше. Следующий сервис, который нам позволяет перевести речь в текст, это вот такой вот конвертер. Сейчас я его запущу. Вот такой вот конвертер. Ну, чтобы тут не мудрствовать лукаво, возьмем тот же самый аудиофайл, который мы только сейчас с вами очистили. Вот, нажимаем вот сюда вот, выберите файл, ссылочку на этот ресурс я вам сейчас также в чат предоставлю. Все ссылки у вас будут. Так, он у нас куда-то, наверное, в загрузке упал. Вот он. Нажимаем на него. Он загружается. Сервис также совершенно бесплатный, не требует ничего, ни одного рубля. Как говорится, кооператив у нас бедный, но честный. Работает не всегда корректно, некоторые слова путает, но это зависит уже не от сервиса, а от дикции спикера, на той аудиодорожке, которую мы ему подкладываем. Все мы говорим по-разному, у кого-то речь четкая, у кого-то не четкая, и, соответственно, сервис может где-то путаться. Но это в любом случае проще, чем перепечатывать от начала до конца. Повторюсь, что сервис несовершенный, но совершенно бесплатный, в чем его значительное преимущество. Вот файл у нас загрузился. Нам всего-навсего нужно сделать, можем поставить, конечно, авто, но мы лучше сделаем, поставим наш родной, великий, могучий. Где вот он у нас здесь? У меня мышка соскочила, был неаккуратен. Вот русский. Потому что бывали у меня случаи, что он вроде русскую речь распознает не совсем, как русскую, начинает переводить какую-то билиберду. И нам необходимо выбрать всего-навсего целевой формат. Вот в данном случае TXT или SRT, ну, неважно, пусть будет TXT. И вот так же по-прежнему одна кнопка. Начать. Процесс пошел. Приверяем, человек ли вы. Ну, да, человек мы. Вот, страницу перевести на русский. Ну, давайте переведем, что ж не перевести-то. Вот, так уже все. Вот видите, пока я подтверждал, что я человек, он уже, оказывается, и все нам сделал. Вот нажимаем предварительный просмотр. И вот весь наш текст уже готов, переведен. Если мы нажмем на «Скачать», то, соответственно, он у нас скачивается. И дальше мы можем с ним работать. Я хочу сказать, что замечательно, что в провинции... Ну, вот видите, тут не совсем корректный перевод. Но в любом случае проще два слова поправить, чем что-то с этим делать. Дальше этот текст мы можем закинуть в тот же самый GPT и попросить GPT сделать на основе этого текста статью или что-то, или прямую речь от этого человека, вернее, не прямую речь, а от его имени, откорректировать ее, чтобы все ошибки убрать. Нам даже не обязательно вручную править. Нейросетка сама сможет это сделать. Так, с этим понятно. Задаю очередной вопрос в чат. Если понятно, то, пожалуйста, поставьте плюсики, зажгите огоньки. Ну, думаю, здесь непонятного-то и быть не может. Настолько все просто и логично. Ну, вот видите, как все замечательно. В этом прелесть этих сервисов, что здесь думать не надо, здесь не нужно писать каких-то сложных промтов. Главное – вовремя нажать нужную кнопку. Идем дальше. И перед нами вот так вот выглядит программа «Звукограмм». Чтобы в нее войти, нам также потребуется в ней зарегистрироваться. Или программа «Роби Вокс». Работают они совершенно по одному принципу. Работа с ними совершенно одинаково. Поэтому тут, в общем-то, все зависит от ваших предпочтений. С первой программы вот я начал работать с «Роби Воксом». И почему-то он мне более, не знаю, больше нравится. Вот видите, у меня 136 рублей, 39 копеек. Как тут все? В принципе, это устроено. Давайте я попробую вот так вот обновить. Вот видите, он меня выкинул уже. Да, кстати, у программы есть момент такой, что если вы им не пользуетесь в течение, по-моему, получаса или сколько-то, то он выкидывает. Вот поэтому давайте заново войду через Google аккаунт. Вот мой аккаунт Сергей Павлов. И вот он меня запустил. Для того, чтобы нам что-то озвучить, ну, для начала давайте послушаем голоса, какие здесь есть. Вот у нас есть язык, который мы выбираем. Каждый голос нам позволяет выбрать скорость. Мы можем читать быстрее, медленнее. Некоторые голоса даже позволяют нам некоторые эмоции менять. Ну, сейчас мы с вами это все посмотрим, во всем разберемся. И вот первый голос у нас, ну, давайте так прослушаем. Филипп, давайте послушаем, как нам будет озвучивать Филипп. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, амурский тигр. В народе животное окрестили по названию тайги, уссурийским или по названию региона Дальнего Сталка. Ну и так далее. Следующий. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, амурский тигр. В народе животное окрестили по названию тайги, уссурийским или по названию региона. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, амурский тигр. В народе животное окрестили по названию тайги, уссурийским или по названию региона. голоса присутствует не буду я на нем тут останавливать внимание он тот точно такой же то есть вы можете пользоваться что одним что другим звукограмм чуть дороже не знаю по какой причине но он чуть дороже robivox чуть дешевле вот эти количество этих голосов звукограмме голосов больше но потребных голосов такие какие вот на мой взгляд опять же потребных их не намного больше чем здесь вот этих голосов вполне достаточно при том что эти голоса можно использовать вот в том виде как он есть а можно на следующем вебинаре я вам покажу когда мы будем уже работать непосредственно со звуком как можно его еще слегка замедлить или ускорить тем самым меняв тембр голоса и вроде бы диктор один а голос него разный и так как у нас здесь есть и мужские и женские голоса то озвучку подкастов или комментариев дикторских комментариев к видео мы можем делать многоголосием у нас может быть даже диалоги какие-то выстроены думаю с этим понятно есть некоторые трудности при работе вот с данными сервисами пока я думаю что это пока это по сравнению как это было несколько месяцев назад уже стало лучше некоторые слова они неправильно расставляют ударение а некоторые слова просто коверкают для этого зачастую приходится поменять слово а может быть переписать его по-рабоче-крестьянски вот например сейчас то он уже умеет например молоко произносить а раньше он произносил как по бокам было молоко ну некрасиво да поэтому при сам приходилось безграмотно писать молоко тогда он читал его четко на сегодняшний момент они уже этому обучились они тоже умеют но если когда вы будете генерировать какой-то текст и вам какое-то слово не понравилось мы вы всегда можете перегенерировать или одно слово или абзац или строчку одно предложение как вам будет угодно ну вот так же с ударениями здесь все понятно ну давайте посмотрим например вот есть у нас замок замок а есть например замок давайте чтобы вас не смущать буду все печатать с маленькой буквы замок замок давайте попробуем о поставить большое если нам необходимо поставить удавление на какую-то букву например чтобы это был замок мы ставим плюс перед ударный гласный также вот здесь и попробуем как вот у нас прочитает заглавной буквы в некоторых случаях указание заглавной буквы помогает сделать ее именно ударный давайте попробуем синтезировать и вот видите вот ну это тут конечно три слова вот это ни о чем не говорит 17 копеек ну давайте потратим 17 копеек безжалостно вот послушаем что же он нам синтезирует вот не успел нажать уже готова замок замок замокей вот видите он вообще ошибку какой-то сделал поэтому заглавные буквы в этом сервисе делать ни в коем случае не нужно если нам нужна пауза мы поставим паузу и так ударение это плюсик перед ударный гласный я сгенерировал текст где-то у меня тут есть так давайте я вам сразу вот вот это вот все великолепие в час сброшу чтобы это у вас было может быть вы уже захотите прямо сейчас это пробовать с этим работать вот я их подписал чтобы было вам понятно что у нас работает для чего вот будете пробовать наслаждаться много денег не потратить удовольствие получите больше и пользы получите больше и так и так и так переходим обратно где-то я тут сгенерировал текст по применению о важности применение нейросетей так где 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 сейчас момент заблудился потерялся озвучка текста вставляем наш текст вот это мне сгенерировал g5 о применении нейросетей для создания музыки о важности применения нейросетей для создания музыки и дикторского голоса вот смотрите пока не буду я ничего править давайте прослушаем вот его сгенерируем так как он есть филипп ну давайте джейн кстати вот то что обозначено буковками про это голоса как бы считаются более качественные но вот на мой взгляд это не совсем так перепробовал все что только можно куда их только не вставлял даже бесплатно более дешевые не бесплатная более дешевые голоса работают не хуже вот давайте посмотрим сколько стоит вот если мы будем сейчас озвучивать вот этот текст посредством филиппа то нам это обойдется 5 рублей 35 копеек вот за 5 рублей мы можем получить вот такой дикторский голос а если мы используем не голос про обычный ну давайте например джейн выберем то это всего 2 рубля 68 копеек почти в два раза дешевле что не может быть неприятно ну давайте пусть нам джейн озвучит как она себе это представляет давайте от мы синтезируем речь проходит какое-то небольшое время и все готово видите вот 48 секунд джейн нам наговорил давайте прослушаем применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент экономия время и ресурсы нейросети открывают новые креативные возможности предлагая уникальные музыкальные решения и адаптивные дикторские голоса которые могут быть настроены под любую аудиторию это повышает качество контента увеличивает вовлеченность и помогает выделиться среди конкурентов использование нейросетей делает ваш контент более профессиональным и привлекательным что является важным фактором для успешного взаимодействия с аудиторией в социальных сетях прекрасно вот на удивление ни одной ошибки да то есть из всего этого текста она не сделала ни одной ошибки буквально повторюсь несколько месяцев назад нет несколько слов она бы произнесла коверканными пришлось бы ударение расставлять может быть даже букву а здесь все на удивление число вот настолько они быстро и замечательно обучаются но нам не нравится что каждое предложение она произносит с маленькими паузами для того чтобы нам добавить паузу просто ставим курсор и нажимаем паузы вот видите значок пауза появился ну давайте так проделаем и далее и сюда паузу поставим после следующего предложения паузу поставим это не обязательно делать это я вам сейчас больше для примера показываю кстати даже слово нейросетей она произнесла нейросетей до этого на прошлом курсе что-то мы генерировали она произносила нейросетей поэтому приходилось ей указывать не то ударение а теперь видите как уже адаптировалась молодец какая ну давайте теперь попробуем не джейна пусть захар чем в захар нам не попробовать вот давайте попробуем с паузами что у нас получается кстати ну давайте вот сейчас попробую сразу ну не будем нервы сетей музыки ну вот пусть будет вот так вот смешно вот будет не музыка музыки он ведь не понимает куда ударение ставить не искали плюс ставь вот сюда он такое сделает синтезируем ведь мгновенно готова и так что нам сделал захар применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент экономя время и ресурсы нейросети открывают новые креативные возможности предлагаю уникальные музыкальные решения я да ну и так далее ну давайте попробуем теперь вот все это вот уберем за ненадобностью так эту паузу уберем давайте пауза расставим теперь где-нибудь вот так здесь музыки все-таки поправим уже хватит издеваться на захаром давайте вот сюда пауза попробуем поставить посмотрим что у нас получится давайте две паузу попробуем поставить давайте вот сюда поставим пару пауз мы же пробуем нам же интересно что получится И вот смотрите, мы можем, вот с некоторыми голосами у нас появляется дополнительная вот такая вот клеточка, где мы можем выбрать эмоции. Вот сейчас он у нас будет говорить в нейтральной эмоции. Ну давайте синтезируем, послушаем. 92 копейки, ну потратим уже 92 копейки ради интереса. Как тут не поэкспериментировать? Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент, экономя время и ресурсы. Вот видим, да, как паузы. Вот они паузы. Как мы их прописали, так он их и понял. Если мы напишем пауз больше, то он будет выдерживать паузы больше. Ну, это применяется как бы редко, не особо это важно. Но в любом случае мы это просто попробовали. Убираем все паузы за ненадобностью. И теперь давайте оставим Захара, а эмоции поменяем на добрый. Давайте посмотрим, как же он, добрый Захар, нам будет об этом рассказывать. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент, экономя время и ресурсы. Ну, не сказал бы, что он добрый, но такой уже более сказочный. Здравствуй, дружок. Хочешь, я расскажу тебе сказочку? Что-то вот такое, да? Так, ну давайте кого-нибудь еще. Так, чтобы уж нам с этим закончить. Вот давайте Светлану заслушаем. Вот видите, у Светланы нет эмоций. Светлана, она всегда вот как с одной эмоцией разговаривает. А у Коли, у Коли тоже нет эмоций. И у Филиппа нет. И у Дарьи нет. То есть это у нас только бесплатные, что ли, голоса? Вернее, дешевые, добрые, обычные. Ну ладно, давайте послушаем Светлану, как она есть. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент, экономя время и ресурсы. Мне кажется, прекрасно. В общем, нагенерировали мы с вами всего, сколько хотели. И теперь, что нам остается сделать? Это желаемый результат. Просто нажать на кнопочку «Скачать». Ну вот первую мы сделали Джейн. Ну вот давайте ее возьмем и скачаем. Вот она скачалась. Теперь давайте попробуем Светлану. Или так, Светлана не... Что-то было еще. R-MIL. Вот. Скорость. Добрый. Пусть будет нейтральный. А вот скорость давайте замедлим. Давайте вот ее возьмем 0.7. Не особо понимаю, что это такое. Но вот сейчас вместе и прослушаем. Синтезируем. Пробуем. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными... Ну это конечно да, это что-то такое ужасно медленное. Давайте сделаем, попробуем теперь побыстрее. Сейчас наверное будет тараторить. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественные... Ну да, полуфавит проглатывается. В общем, со скоростью экспериментировать вероятнее всего не стоит. Эмоции тоже особого значения нам не выдают. А голоса... Выбор за вами. Вот, возвращаюсь сюда. Так, давай остановлю показ. Пока прерву. У нас сразу вопрос. Что понятно, что непонятно? Предложение, пожелание. Все ли доступно я изложил за такой короткий промежуток времени. Чтобы вам можно было начать творить, выдумывать, пробовать. Все понятно. Видите, вот как замечательно, когда люди достигают взаимопонимания. Так, свой голос можно вставить. Нет, увы, данные сервисы, они не работают со своим голосом. Данные сервисы работают только вот с озвучиванием вот тех голосов, которые есть. Иные сервисы могут генерировать ваш голос. Задаете туда, но это у нас программа в курс, в данный курс не входит, не подразумевается. Там все это гораздо более сложнее. В данном случае речь идет именно о закадровом дикторском голосе. Вот звукограмм, я думаю, нет смысла, наверное, показывать, потому что это все совершенно то же самое. Только некоторые голоса отличаются. Вот будете домашние задания выполнять. Давайте теперь, кстати, вот забегая вперед, поговорим о домашнем задании. Домашнее задание у нас будет состоять из следующего. Вам необходимо сгенерировать текст, не обязательно длинный, ну, чтобы он был не менее одной минуты. В общем, от одной минуты до двух, чтобы вот он получился. На любую удобную вам тему, которую вы считаете вам интересной, вам нужным, вы генерируете этот текст и озвучиваете его голосом, который считаете, что вам наиболее подходит. Вот это будет первое домашнее задание после сегодняшнего вебинара. На следующем вебинаре мы с вами научимся создавать фоновую музыку, да и не только фоновую музыку, там целые песни писать будем. Научимся создавать фоновую музыку. И сейчас у нас с вами еще уйма времени. Сейчас мы с вами рассмотрим еще один замечательный сервис, который позволяет онлайн каждому на компьютере иметь собственную студию звукозаписи. Буквально некоторое время назад для этого нужны были специализированные программы, специализированные секвенсоры. На сегодняшний момент посредством искусственного интеллекта любой человек может иметь свою виртуальную студию прямо у себя в компьютере без каких-то дополнительных затрат. И в этой студии может создавать, пусть и не мирового уровня шедевры, но, по крайней мере, очень достойные работы, которые 10 лет назад, чтобы создать, нужна была только профессиональной студии. Даже там не каждый компьютер мог это позволить. На сегодняшний момент вот нейросетки нам это помогают делать. Итак, еще раз к домашнему заданию. Необходимо сгенерировать текст продолжительностью от 1 минуты до 2 минут. Точнее, сгенерировать текст, который после озвучания будет иметь продолжительность от 1 до 2 минут. Тайминг именно вот такой. Тема значения не имеет, какая бы она ни была, пусть она такой будет. Какой голос вы выберете, значение не имеет. Это на ваше усмотрение. На следующем занятии мы напишем аудиотрек. Научимся это все сводить для того, чтобы у нас получались замечательные подкасты, для того, чтобы это получались именно микс музыки и голоса, которые и тот, и другой созданы посредством искусственного интеллекта. Я думаю, это здорово. Есть ли какие-то вопросы вот по тому, что мы с вами рассмотрели? Все понятно. Прекрасно. Есть ли вопросы по домашнему заданию, которые мы с вами определили? Тоже все понятно. Прекрасно. У матросов нет вопросов. Чудесно. Чудесно. Так, 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 так. Сейчас, 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 сейчас мы с вами быстренько рассмотрим интересную программуленку. Мы ее подробно с вами рассмотрим в следующий раз. Но на данный момент, чтобы у вас уже было понимание о том, как это работает, и вы могли дома уже каким-то образом с этим поиграть. Возможно, у кого-то найдется на это время и желание. И в следующий раз, чтобы он уже пришел, весь подготовленный, замотивированный. И задавал полностью правильные вопросы о том, как это производится. Так, копирую ссылочку. Сейчас я вам ссылочку дам в чат, чтобы она у вас была. Вот такая вот программуленка. Называется Band Lab. Band это группа, ансамбль, да, там, гараж-бэнд. Вот, бэнд, джаз-бэнд. Вот, ну, лап, наверное, лап, наверное, лаборатория, что-то такое. Ну, вот, в общем-то, вот так вот она называется. В ней много всего полезного и интересного. Я вам сейчас также переключу, включу демонстрацию экрана. Мы с вами эту программульну откроем. Бегло покажу, что тут можно делать. Много давать не буду. Об этом мы рассмотрим на следующем вебинаре. Ну, сейчас бегло просто покажу, что, зачем следует для того, чтобы вы могли уже сегодня почувствовать себя профессиональным звукорежиссером. Итак, перехожу в очередной раз к показу экрана. Так, звук дать, поделиться. Так, экран пошел. Поставьте плюсики, что экран пошел. У меня, видите ли, огонечки зажгите. Так, все прекрасно. Замечательно. Вот, смотрите, попадая вот сюда, перейдя по той ссылке, ну, вообще даже не так. Давайте начнем. Давайте начнем бегло. Пробегусь по самой программе. Вот что она у нас представляет. Во-первых, ну, это я думаю, мы на следующем... Хотя давайте прямо сейчас и посмотрим, чтобы не быть белословными. Вот здесь у нас представляется вот сколько всего. И это все бесплатно, что очень важно. это у нас студия. То, о чем я сейчас вам говорил, это наша виртуальная студия, в которой мы с вами научимся работать. Конечно, за короткий такой промежуток мы профессиональным звукорежиссерами не сделаемся, но азы мы с вами получим, и каждый сможет уже, в общем-то, тут с этим что-то делать. Захотели караоке спеть? Вы можете включить даже вот такой вот микрофончик, и вот вы не поверите, вот попробуйте, и будете поражены, что вот даже вот с такого микрофона посредством нейросети он умеет делать отличный голос. Конечно, не как микрофон там за 10 тысяч долларов, но очень близко к тому. Вот поэтому творите, выдумывайте, пробуйте. Здесь у нас есть звуки. Если нам нужны для каких-то работ звуки, он нам и это предложит. Здесь есть мастеринг. Сейчас чуть позднее об этом расскажу. Эффекты. Вы можете создавать свои эффекты, делаете какой-нибудь проект, нужны эффекты. Вечные проблемы, где взять звуки, перелистывание страниц и прочее. Вот этот сервис помогает это все сделать. И также есть разделитель, но об этом чуть позднее. Он позволяет взять любую песню и разделить ее на дорожки. Захотим, выкинем голос, захотим, выкинем гитару, захотим, выкинем чего угодно, и дальше перерабатываем. Ну, это у нас тема следующего вебинара. Будем даже не в этой программе, в более интересной работать. Все покажу, все расскажу. Кто не представлял себе этого, будет в очередной раз удивлен. Как можно сделать минусовку? Услышали песню любимого исполнителя? Хотите вот дома родных и близких порадовать? Нужно караоке. Вот нажали одну кнопку и голоса там нет. Причем не задавка, как раньше это делалось, там частотами задавливаются, а здесь он просто чисто выдергивается. Эта программа не совсем хорошо работает, я вам потом другую дам. Итак, вот смотрите, вот есть, вот давайте начнем, вот мастеринг. Что такое мастеринг? Вот любой коллектив, любой исполнитель, после того, когда он производит запись, запись получается, как профессионалы говорят, рыхлая. То есть один инструмент, вот он где-то может быть чуть побольше звучит, другой чуть поменьше, для этого делается сведение. Вот сводит, 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 все вроде, вот микс начинает звучать как бы хорошо, но его все равно, в нем нет вот этой фирмовости, в нем нет плотности звучания, потому что это делается вот посредством вот этого мастеринга. Есть такое понимание, как мастеринг. Если мы рассматриваем каждый звук, вот как какую-то вот синусоиду, то вот мастеринг, он что делает? Он каждый инструмент, вот засовывает вот синусоиду в синусоиду, его зажимает, делает плотным, то есть у нас максимально плотно начинает все звучать. Это теория, я думаю, что она мало вам кому будет интересна и полезна, но это я просто пытаюсь пояснить, что это такое. Так вот, в большинстве своем профессиональные коллективы записывают песню в студии, сводят в студии, а вот на этот мастеринг или мастеринг, его по-разному называют, отправляют, вплоть даже до того, что отправлялись за границу, чтобы на специализированном, дорогостоящем оборудовании специализированной студии провели вот этот мастеринг, чтобы сделать трек, заставить звучать, ну вот как вот он из радио, как мы привыкли слышать с вами, как вот он мощно звучит, хорошо звучит, красиво звучит. Так вот, нейросети дошли до того, что теперь они умеют вот этот мастеринг делать на лету за несколько минут, что является чудом. Кому не показываю, из музыкантов, у них, в общем-то, шок. Вот, как это можно такое вообще, а тут все очень просто. Опять же, одна кнопка, вот, однокнопочный сервис, импорт вашей дорожки. Давайте вот попробуем, у меня, наверное, сейчас я попытаюсь что-нибудь найти. У меня где-то есть, так, 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 плейбэки, вот, так, без нормализации, без нормализации. сейчас какой-нибудь трек, 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 трек. Вот, трек. Это мы с товарищами недавно на диктофон, это не студийная запись, вот, это диктофон, просто на репетиции включили диктофон, записали какой-то фрагмент, вот, для того, чтобы можно было попробовать как раз применить к этому нейросети. Вот сейчас, вот видите, вот он без нормализации, без всего, это вот самый обычный записанный на диктофон. Вот, нажимаем его, импорт вашей дорожки. Что-то у нас не взял ее, непонятно почему он ее не взял. Что-то не хочет она ее брать, или хочет она ее брать, не понимаю. А, он уже все сделал, что ли? Нет, это не то. Не знаю, что у меня тут не пошло, почему он ее не берет, видимо, что-то не хочет. Так, сборка, один сборка, не знаю, что это такое. Давайте другую песню попробуем. А, вот пошло, что-то там, какая-то шутка. Вот так это звучит без мастеринга. Рыхло. А теперь включаем мастеринг. Вот видите, у нас ушло с вами полторы минуты, две. Я тут больше путался, нажимал на трек, он что-то его не брал. Вот. Иногда бывают у него вот такие вот завесончики, из-за того, что программа бесплатная, пользуются и очень многие, поэтому допустимо. ну что хотеть, бесплатного сервиса. Ну, вот я думаю, что если кто сидит в наушниках, через телефон, конечно, это все не так слышно, но если это делать в наушниках, вот даже в простеньких, как я сижу, я слышу совершенно два разных звука. Вот было. И вот встало. Если бы здесь был голос, то голос бы также в этом миксе звучал максимально четко, максимально правильно, и это бы было замечательно. Так, есть ли вопросы по данной вот фишке, плюшке? Я не думаю, что она большинству из вас пригодится, но тем не менее, не показать ее нельзя по одной простой причине. Когда вы сделаете какую-нибудь работу, да вдруг завтра вот кому-то даже взбредет в голову записать самого себя. Сейчас мы с вами перейдем в студию, там все очень просто. И когда вы запишите свою музыку, вот она у вас тоже будет рыхловатой, вы всегда можете зайти вот в этот мастеринг, отмастерить ее, и звучание преобразится, совершенно заиграет новыми красками. Поэтому это здорово. Если же вдруг даже никогда этим пользоваться не будете, но вдруг у вас возникнет ноты, нет, ноты не надо знать, ноты уже давно знать не нужно. У меня есть курс, где мы учимся создавать музыку на айфоне, там уже давно ноты не нужно. А здесь мы даже слова такого не знаем. Что такое ноты вообще? Кто их придумал? Для чего они нужны? Ноты придумали для того, чтобы голову забивать. А здесь нейросеть, она сама все делает. К сожалению. Поэтому повторюсь, что серьезной музыки, как это делали хорошие советские композиторы, мировые классики, мы с вами не сможем, нам это не под силу. И нейросети, это не совсем пока под силу. Там совершенно другая математика, там все, там душа. А здесь все более простое, но по крайней мере, то, что мы слышим на сегодняшней российской эстраде, на следующем вебинаре, мы с вами даже, может быть, лучше что-нибудь сделаем. По крайней мере, каждый напишет свою песню, скажет, ее точно можно по телевизору показывать или по радио крутить взамен того, чего на большинство радиостанций на сегодняшний момент круто. Итак, идем дальше. С этим мы разобрались. Это мало, большинству полезный сервис для каждодневной работы, но очень замечательный. Когда я его обнаружил, у меня в очередной раз перевернулся мир, что оказывается, вот такое возможно за минуту сделать вот этот самый мастеринг. Поэтому я с вами по секрету им поделился. не рассказывайте никому, может быть, откроете свою даже фирму по сведению, по мастерингу записей, и вот нажатием одной кнопки будете зарабатывать, получать немыслимые гонорары. А так мы вот сюда вот теперь переходим. Вот нас интересует вот эта вот студия. Вот на нее нажимаем, вот она грузится. Так, оцените работы в студии. Мы еще ничего не сделали, собственно, чтобы нам оценивать. Давайте, пусть пять звездочек. Вот перед нами вот такой вот секвенсор, как его назвать, рекордер, неважно как. Вот видите, как тут все вот, ну, казалось бы, много всего, даже совсем что-то может быть непонятно, но на самом деле все понятно. Вот нам написано, пишет, перетащите луп или файл аудио. Ну, почему же не перетащить? Нажимаем на нем, и мы в прошлый раз с вами в загрузке, вот мы очистили файл, или даже зачем нам вот файл очистили? Мы же, нейросеть нам сгенерировала. Нажимаем, и вот она у нас, для того, чтобы прослушать. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. То есть, дорожка наша уже пошла. Дальше мы можем ее отрегулировать по громкости, по панораме и так далее. Я не буду сейчас на этом останавливать внимание. Это совершенно нам пока не интересно. Кстати, в этой программе можно даже писать музыку. Вот здесь есть эффекты, есть редактирование. Если кому интересно, разберетесь. Это у нас не входит в рамки нашего курса. Это я вам с вами делюсь просто так, пока есть возможность для того, чтобы в следующий раз мы с вами могли что-то здесь свести. Кстати, вот видите кнопочка автопич? Это уж тоже расскажу секретную функцию. Большинство артистов, как мы знаем, они же безголосые, да, если мы слышим где-то, то голоса-то тянут. Так вот это как раз вот этот эффект называется автопич. Вот он здесь бесплатно предоставлен. То есть мы задаем тональность или она сама распознает из музыки тональность, мы поем, даже если, как музыканты говорят, мы лажаем, поем не в ноты, то она нам сама дотянет и сделает все правильно нотку в нотку, что мы будем петь ну просто здорово. Поэтому, если кто возжелает побаловаться, на одну дорожку вот сюда закидываете минусовку, минусовка это мелодика без голоса, как их делать в следующий раз покажу, а так их в интернете полно. Дальше подключаете любой микрофон, вплоть даже вот на такой, включаете запись красненькую кнопочку и в реальном времени поете себе песенку, накладываете вот здесь вполне профессиональные эффекты и все у вас получается. Все будет замечательно. Вся семья может петь и плясать и все будет здорово. Может песню записать родным, близким на день рождения. не ходя ни в какую студию сделать все собственноручно. Стоит буквально полчасика здесь все интуитивно. Здесь думаю понятно. Музыку мы положили, что мы можем сделать с ней? Кстати, вот сюда ну давайте вот какой-нибудь у меня нет музыки. Какой-нибудь какой-нибудь хоть какую-нибудь музыку. Рабочий стол, плейбак, давайте какую-нибудь музыку. вот видите, вот я взял вторую музыку, положил, то есть теперь я если у этой музыки убавлю громкость и запущу. Применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент. Вот так вот за две минуты мы с вами сделали фактически готовый аудио перформанс. У нас есть и дикторский голос, у нас есть звук, но этот звук был записан ранее, а на следующий раз мы с вами его сгенерируем. И вот нам остается только вывести и наш подкаст готов. Здорово, очень здорово, чтобы удалить ну чем-то на нем нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем удалить за ненадобностью. Можно все полностью удалить, удалить дорожку. Ну, бегал, давайте покажу, что здесь возможно сделать. Вот, например, нажимаем эффекты и здесь каких только нет. Ну, давайте ее включим и будем эффекты накладывать. Просто побалуемся. применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент, экономя время и ресурсы. Нейросети открывают новые креативные возможности, предлагая уникальные музыкальные решения и адаптивные дикторские голоса, которые могут быть настроены под любую аудиторию. Это повышает качество контента, увеличивает вовлеченность и помогает выделиться среди конкурентов. Использование нейросетей делает ваш контент более профессиональным и привлекательным, что является важным фактором для успешного взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. Ну, еще что-нибудь давайте попробуем. нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно генерировать качественный контент, экономя время и ресурсы. Нейросети открывают новые креативные возможности, предлагая уникальные музыкальные решения и адаптивные дикторские голоса, которые могут быть настроены под любую аудиторию. Это повышает качество контента, увеличивает вовлеченность и помогает выделиться среди конкурентов. Использование нейросетей и диабетра. И так далее. То есть здесь огромное количество вот этих самых пресетов. Пресеты... Что такое пресет? Пресет это совокупность настроек всяких вот этих электронных прибамбасиков, которые позволяют модифицировать голос до неузнаваемости. видите, тут и эхо создается, и хорусы, и все что угодно. Даже можно сделать многоголосье. Диктор будет говорить одна, за ней тут как грузинский хорус, а мужиков повторять это будет. Это все посредством вот этих ручек настраивается. Но чтобы эти ручки не крутить, так как мы не умеем их крутить, лениво нам их крутить, у нас есть пресет, поэтому мы их просто вправо-влево щелкаем и выбираем, а так они у нас вон, они у нас здесь даже вот здесь сколько всего листать, не перелистать, и так в каждом, вот в каждом совершенно. А так вот одну применение нейросетей для создания музыки и дикторского голоса играет ключевую роль в работе с социальными сетями. Эти технологии позволяют быстро и эффективно вот видите, голос мы чуть-чуть обработали, и уже он совершенно не слушает, не слушается как роботизированный, сделанный посредством нейросетей. Это уже что-то такое более правильное, более студийное. Вот, если мы сюда возьмем и добавим какую-нибудь, видите, вот добавить дорожку, вот добавить дорожку, голос, аудио, можем барабаны добавить, гитару, если подключим в компьютер гитару, вот кто-то играет на гитаре, он сюда может это записывать, причем на эту гитару, так же как на голос, тут же в реальном времени накидываются все вот эти эффекты, если раньше видели, возможно, на концертах гитаристы ходили вот с такими педалбордами, это называют, с огромными колонками, с педалями, с примочками, как они их называют, на сегодняшний день у нас есть вот здесь это все бесплатно, это нам доступно, 0 рублей, 0 копеек, втыкаем гитару, играем, записываем, втыкаем микрофон, поем, записываем, на следующем, в следующем блоке Анастасия вам покажет, как еще и видео сделать, поэтому готовый видеоклип, не выходя из одного компьютера, вот, а что будет, представляете, что будет через год, там, через пять лет, до каких высот все это дело дойдет. Ну, вот смотрите, вот голос, вот, например, мы поставили голос, вот, а, у меня микрофон сейчас, он, наверное, сюда не подключен, соответственно, переместить вверх, дарю трошку, наверное, я не смогу записать, потому что он у меня подключен к другой программе, раз, два, три, хотя входной уровень-то есть, ну, давайте попробуем, вот кнопочку M, если мы нажмем на той дорожке, это mute, то есть мы его гасим, если так, то это соло, звучит только она, но мы ее сейчас замутируем, как это говорят музыканты, mute, а эту вот сейчас попробуем записать, просто сейчас фрагмент какой-нибудь, что-нибудь я тут начерикаю и посмотрим, что у нас получается, нажимаем кнопку REC, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка связи, BandLab, ну, вот что-то пусть будет такое, а, записалось, кстати, смотрите-ка, давайте, по, а звук-то почему-то нету, видимо, что-то не записалось где-то, а, соло, вот, не включил, невнимателен, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка, связи, бэм, ну, вот видите, какой, да, вот отвратительный звук от моего микрофона, ну, а что хотеть, вот тут, десять рублей, никого в очереди, а теперь давайте, как я вам говорил, включим какой-нибудь эффект на все это великолепие, вот даже ни в какую программу, если мы сейчас эту запись оттащили в ту, Adobe, подкаст, и очистили этот голос, он бы уже звучал по-другому, а мы даже выходить отсюда не будем, мы все сделаем здесь, если нам, кстати, нужно его подрезать, мы вот берем за краешек, тянем, вот так вот, видите, вот он подрезается, вот отсюда, подрезается вот отсюда, вот так вот мы это все дело переделываем, вот можем по нашему таймлайну перетащить вправо, влево, можем дублировать, это музыкальный конструктор, доступный каждому из нас, вот давайте голос теперь попробуем, запустим и нагложим эффект, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка связи, бэнд, лад, ну вот, мерзко, конечно, но в любом случае, система-то работает, уж если микрофон поставить посерьезней, по крайней мере, какой-нибудь вот такой, за тысячу рублей, вот не за сто рублей, за тысячу, наверное, он что-то запоет и запляшет, как только возможно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка связи, бэнд, лад, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка связи, бэнд, лад, раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, проверка связи, вот собственно, как-то это работает, так 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 останавливаю показ и так очередной вопрос все ли понятно все ли всем понятно вот вопрос у меня сразу жизненный вот этот секвенсор который я вам показал в теории конечно пробовать обязательно нужно но не бойтесь этого пробовать ну вот вообще вот сколько у нас сейчас народу вот здесь вот находится на вебинаре у меня вопрос просто профессионально непраздный вопрос вам вообще вот это полезно будет как вы считаете или не полезно вот именно вот музыкальной студии будь будете ли вы с ней пытаться работать или это все-таки лишняя информация которая вам тут даю вот верим полезно интересно это приятно очень нужно ну вот надеюсь да это у нас не вот именно этот секвенсор у нас в курс не входил но мне почему-то показалось вот при общении с разными слушателями когда начинают на подобные вещи создание музыки у всех где-то это вот с детства сидит вот как бы вот а попробовать то мне вот и и все любят попеть ну не все любят попеть где-то конечно для контента очень необходимо вот поэтому я и хотел сделать и вернее не то что хотел а мы это с вами сделаем вы запишите этим домашним заданием сгенерируете голос посредством вот звукограмма или раби вокса закинете его туда поиграете вот с этими эффектами сделаете такой какой вы считаете нужным а на следующий раз мы с вами сгенерируем фоновую музыку который будет фактически нашей авторской ёж пока вот пока нет алгоритмов распознавания кто это сделал нейросеть или бы сами написали да мы этим маленько можем тут пользоваться вот youtube не блокирует кстати сейчас большущая огромная проблема со всеми площадками как только мы используем чужой авторский контент тут же идет или бан или предупреждение так называемый страйк что очень нехорошо нейросети петь как хотите можем петь у нас все это просто у нас все поет и пляшет следующий раз научу готовьте песни кто какую песню хочет петь готовьте песню следующий раз будем делать из нее минусовку на ваших глазах когда мне когда я это увидел первый раз у меня был шок когда я принес друзьям музыкантам на студию представлять профессиональной студии приношу включаю они слушают я внук как это хорошо я внею сеть три минуты люди не поверили вот поэтому если кто этого не касался я думаю вас тоже еще мир перевернется до следующего винаре очень интересно пока повторюсь что не совсем корректно с музыкой и особенно с русской речью они работают но это прям все вот идет вот как ком снежный катится катится и в ближайшее время наверное будет вообще все шикарно я думаю самодеятельность большинстве своем разнообразно и некачественно она уйдет на второй план останется будет вся музыка будет нейросетевая а все что будет живое это будет только замечательные профессиональные исполнители качественной музыки качественных песен вот вся ерунда который сейчас у нас все эфиры интернета забиты она и живет себя потому что нейросети это делать будут лучше и правильнее останется именно только вот хорошая хорошие правильные собственно если вопросов никаких нет повторю домашние задания о том что вам необходимо сгенерировать сгенерировать текст на любую интересующую вас тему может быть это касается вашей работы может быть каких-то там бытовых вопросов аспектов озвучить это дикторским голосом не имеет значения каким мужским женским а может вы даже сделать из этого диалог вот может быть это будет целый аудиоспектакль вот это тоже будет прекрасно и рассмотрите вот эту программу линку несложную которую я вам показал вот эту студию как с этим можно работать дополнение сделаем уже на следующем вебинаре и когда мы с вами подойдем к нашему третьему вебинару с практическими заданиями мы будем вместе с вами прослушивать и просматривать то что у нас получилось я думаю будем восхищаться мастерству наших коллег потому что я думаю что каждому из нас это под силу потому что разработчики нейросетей по максимуму нас позаботились собственно на сегодня наверное все что я хотел вам показать рассказать и даже рассказала показал чуть больше но это только плюс это только на пользу поэтому если вопросы есть давайте будем отвечать если вопрос так нам показалось мало хочется продолжения я могу говорить бесконечно все что касается нейросетей особенно музыки с нейросетями я могу говорить бесконечно я каждый раз испытываю восторг от того что они умеют вот если я музыкой занимаюсь больше наверное уже 40 лет вот и когда понимаю что она делает за полторы минуты то на что мне жизни не хватит вот то меня это каждый раз восхищает умиляет и я преклоняюсь перед разработчиками того как как вообще этого могли сделать что сделали в нейросети чем гордить нет у меня нет нейросетевых каких-то вещей таких чтобы я еще до этого не дошел чтобы мне гордиться каким-то нейросетевыми вещами вот и в плане музыки для меня это баловство то есть я использую нейросети именно только как бы для баловство а так у меня несколько живых коллективов музыкальных с которым мы гастролируем играем это у меня очередное такое еще направление есть вот можно ли записать пение потом наложить инструмент конечно можно конечно можно там можно не просто даже записать инструменты можно сначала записать мелодику в этой программе я вам потом вы с ней ознакомьтесь просто бегло ознакомьтесь там есть мануал это будет проще просто за такое короткое время я если я буду рассказывать вам в деталях все равно не запомните лучше ее потыкать она очень интуитивно и понятное вот если будут вопросы в следующую вебинару именно как что записывать я вам подробно покажу уже тут чтобы у вас было понимание как это работает а так в нейросети в состоянии даже записать мелодику какую-то вы можете ее сюда закинуть под нее спеть и у вас получится полностью свой авторский хит вот но на следующий занятий все будет еще серьезнее то что мы прошли сегодня это однокнопочные сервисы на следующем будет ого-го мы будем и стихи с вами еще писать корявая правда нейросети пока не умеют на русском языке писать складные хорошо кстати если у кого-то будут желания вы можете подготовить какой-нибудь текст песни если у кого-то есть собственную может быть сочинение каким стихи из которых давно хотели сделать может быть песню такое тоже бывает пожалуйста приготовьте на следующем занятии мы возможно с ней и будем работать может быть мы из ваших стихов как раз и сделаем хитяру ту самую хитяру причем в том стиле в котором хотим стили могут быть разные исполнение могут быть разные все увидите удивлены будете это я вам обещаю сам удивляюсь постоянно в общем до новых волнующих встреч следующей встречи у нас с вами произойдет послезавтра 6 числа до по моему 6 числа также в 15 00 жду всех на этом самом месте так что до скорых встреч пока а и